давай расскажи мне где ты берешь энергию я тебе расскажу давай 25 миллиардов долларов вот это пример для подражания тут есть элемент лукавства произошла химия хаос и порядок должны дополнять друг друга привет дорогие друзья это новый федори влог канала брендах бизнесе и сегодня мы находимся в корпоративном храме что это значит мы находимся в офисе компании виза именно отсюда из киева виза управляет 17 рынками и управляет этим украинский топ-менеджер вера платонова вера привет привет не знаю как правильно в корпоративном мире девушка в руки точно не дают поэтому у вас как есть какое-то корпоративное приветствую там вот транзакция какая-то там вот так просто кулак владимир кличко так здоровался примерно еще году в 2011 создавай что угодно что угодно но создавали но мы только сейчас на полу не привет вера платонова руководит бизнесом визы в 17 странах и мы вы не поверите несколько дней ждали разрешения из центральных каких-то офисов чтобы разрешить эти съемки для вас сегодня круто может пожалуйста вот вся история визы за две минуты вообще виза это первый финтех в мире и остается финтехом и по сей день это абсолютно гениальная идея нашего кооснователя дихо к дихо к дихо к он активно сейчас вот например каждый день публикует по одной философской фразе в твиттере и вообще он позиционирует себя как философа литература веда хорошо говорить это ремесло хорошо слушать это искусство это человек действительно огромного ума это легенда маскировки то есть это легенда это легенда сколько мальчик но я бы искать но больше 80 конечно магическая цифровая рука он когда-то работая в банков америка долго исследовал то как живут корпорации как живут сложные иерархические корпорации тех времен и он пришел к выводу что единственно правильно функционирующей системой может быть плоская система когда все игроки равны когда они одинаково привносят в ту или иную бизнес модель поэтому первая модель визы это была ассоциация банков все банки объединились в единую сеть которая управлялась единым виза ядром да и они обменивались информация транзакциях каждый был полноправным членом платежной системы мы присутствуем в 200 странах мира на сегодня практически все банки в этих странах являются утяжку участниками визы дихо предложил формулировку определение того как правильно функционирует платежная система и этот термин звучит как каордик chaos and order хаос и порядок и его идея заключается в том что хаос и порядок должны жить в мире и дополнять друг друга если мы посмотрим на визу в которой участниками являются тысячи банков по всему миру которая проводит миллионы операций в минуту да это конечно же некий хаос но этот хаос абсолютно упорядочен ты насколько я помню по биографии откуда-то оттуда да да я родилась на улице карла маркса который теперь называется городецкого я помню прекрасный спокойный мир который тогда царил на крещатике и майдане где почти не было машин где были огромные красит красивые каштаны которые частично сохранились я ходила восемьдесят шестую школу пешком это вот как раз за вот этим центральным дизайнера а в девятом классе меня почему-то переклинило по непонятной причине для родителей и я сказала что я хочу учиться в лицее копей который на физмат подготовка даты спешно закончила его золотой медалью а почему ты такой переклик произошел ты когда вообще решила что ты хочешь быть не знаю экономистом я вообще не решала что я хочу быть экономистом или финансистом я не могу понять что тогда происходило вот у меня в голове это было мне лет наверное до 11 12 9 класс где-то там не такие бывают какие-то состояния в жизни когда я понимаю что что-то надо менять вот конкретно сейчас надо менять потому что я уже не развиваюсь и не бегу с той скоростью которая должна бежать мгновенно поняла что мне надо изучать математику и физику почему я воспринимаю фактически весь внешний мир как неких конкурентов то есть я ждет бы остаться на плаву до чтобы остаться в этих там первых там пяти процентах успешных людей в данном социуме мне надо бежать два раза быстрее как в одессе стране чудес до королева говорила чем все окружающие я помню что первый год я плакала ряжет личница я же знаю все лучше всех а тут сидят 20 человек которые знают в разы больше чем я я думаю что тот опыт вот школа жизни вот закалка которая получила в эти первые годы и такой логический склад ума дал мне этот лицей и вот моя дочка сейчас тоже закончила 38 лицей физмат и тем бы она не была в будущем математика и физика это то что всегда поможет в жизни логично правильно и конкретно мыслить не думаешь ли ты но так логически анализируя не знаю историю сухим законом например что как только какая-то страна станет cashless в этой стране моментально появится черный при черный рынок будет существовать параллельно две системы одна абсолютно прозрачная cashless так далее а вторая абсолютно черная вообще сейчас тяжело делать прогнозы вот если ты бы меня спросила в марте как пройдет этот год я бы никогда в жизни в январе да как пройдет год я бы в жизни тебе не сообщила что безналичные и комму расчеты будут расти в два раза моя мама попросит меня установить приложение банка чтобы она могла платить налоги как фоб понимаешь это вообще безумные вещи для нашего января поэтому что будет когда будет стопроцентная penetration как мы говорим электронных расчетов к это стране мне трудно себе представить мир до такой степени разные я вот до сих пор вспоминаю случай мы первую поездку в узбекистан ночью мы туда приехали у нас были доллары у нас вообще ну понятно локальной валюты не было и карты там не принимались и вот когда мы вышли из аэропорта мы увидели толпы таксистов которые на нас ринулись и пытались предложить свои услуги ташкенте но никто из них не принимал карты и никто из них не принимал доллары и нам пришлось два часа ждать наших знакомых банкиров которые приехали за нами на машине но когда мы попытались снять с карточки деньги мы обнаружили что ни один банкомат в стране не работает там существовало два курса первый курс это государственный курс и 2 это черный курс разница была ровно в два раза поэтому пошли на базар за стеной какого-то ларька меняли о местных товарищей работать доллары на локальную валюту и тогда я начал спрашивать о кей разница в курсе почему люди не снимают внутри страны с карточек деньги там в локальной валюте и они мне ответили что инфляция до такой степени огромная что там один доллар это например там 50 банкнот а в диспенсер банкомата пролазит 40 поэтому банкоматы пустые стоят они даже не могут снять там 10 долларов с этого банкомата поэтому носят деньги которые они сняли в кассе банка в мешках и когда вы приходите на базар вы не считаете деньги вы взвешиваете какой-то год это было пять лет назад более того до сих пор этот курс не поменялся но я могу сказать что там же прогресс сейчас очень большой пресс да узбекистан считается таким очень перспективным рынком эти могут уже рассказать страшную историю я был в китае мы идем на совместный ужин 10 человек и в конце такого ужина каждый в общем-то должен положить свою часть у меня кончились наличные деньги на карточке это отличный отель топовый отель там при отеле супер ресторан я же где тут у вас банкомат он крита пожалуйста внизу я подхожу банкомату вставляю свою карточку на экране говорит да здравствуйте добро пожаловать введите pin ввел pin две кнопочки вернуть карту посмотреть остаток на счету я посмотрите остаток на счету смотрю он не показывает остаток все в порядке и дальше там вернуться в основное меню когда вернуться вернуться и там вернуть карточку и послед остаток на счету и все я где-то там три минуты там в надежде в надежде что я просто не замечаю какую-то кнопочку смотрел свой остаток на счету возвращался в основное меню и все тебе не с кем говорить и она тебе говорит да все в порядке ты молодец у тебя есть деньги на счету я тебе их не дам в итоге я с трудом смог договориться с ресепшеном что они мне как будто я живу в этом отеле смогут чуть-чуть валюты которая слава богу мне немножко кэша собой всегда было прикопано да хоть так то чуть-чуть поменять да видишь это вопрос не карте я бы сказал не карте это к инфраструктуре какие самые идиотские смешные истории у тебя были по работе возвращаясь например к теме узбекистана это наверное одно из самых ярких экспириенсов которые мне довелось испытать мы провели около 20 встреч за два дня мы начали выписываться из отеля и естественно нам надо было заплатить картами и дальше у нас была потрясающая ситуация когда они искали терминал где-то в подвале они вытерли с него пыль тряпочкой он там прям был такой был слой пыли ребята были со мной с эти бэкграундом мы включили правильно терминал настроили его и дальше мы уже опаздывали на самолет вообще куда везде опаздывали дальше мы провели эту транзакцию но она никогда так и не пришла скорее всего терминал был отключен в ту же секунду когда мы вышли из помещения больше никогда не был включен назад сейчас узбекистане все не так я приглашаю всех туристов туда и cashless действительно победил эту историю есть целая теория по поводу того что потребитель в большинстве случаев выбирает путь наименьшего сопротивления потому что он по определению это предустановка ленив спешит и у него немного не хватает ресурсов если я правильно понимаю то конкуренция с кэшем это конкуренция за то чтобы операция была более удобства в сфере удобства в сфере безопасности да и в сфере доверия и надежности когда мы говорим о токенизированной операции когда ты берешь и телефончиком проводишь эту транзакцию там фрот ну вообще считаем что нереально там идет узнавание лица или твой отпечаток пальца а на больших чеках еще и пин-код надо ввести а еще меняется номер карточки и в чеке давать лживый номер карты это подмена реального номера карты другим номером которые называются токи и вот в этом состоит технология визы которая позволяет очень безопасно провести этот платеж я хочу задать тебе такой вопрос вот если смотреть на статистику то в это с трудом верится но украина действительно находится в группе лидеров то есть по количеству например операции через apple pay google pay nfc операции да это когда человек вообще ничего никуда не прикладывая проходит а денежки улетают или ну nfc это фактически возможность телефона осуществлять платеж прикладывая телефон или часы или там или кольцо или все что угодно это nfc технология но мы называем то о чем ты говоришь токенизация то есть у тебя телефон сто процентов дает тебе возможности платить прикосновением телефона для этой возможности активно пользуюсь вот так транзакция и украина не главе стран которые активно перешли уже над операции с помощью телефона в топ-7 стран мира я вот недавно погрузилась в историю как же виза обеспечивает безопасность транзакции как мы можем определить это мошенническая транзакция или нет виза только за прошлый год предотвратила мошеннических операций на сумму 25 миллиардов долларов в нашим оценкам а выложили мы за последние пять лет в инфраструктуру нашу в обеспечении безопасности около 9 миллиардов долларов чистых инвестиций и у нас есть инструмент который еще до проведения фактически авторизации на основе 500 разных параметров определяют уровень возможности фродо по этой конкретной транзакции на основе огромного количества поведенческих метрик то есть мы понимаем что вот этот человек и этот номер карты всегда выполнял только ритейл транзакции только в таком-то регионе украины на такой-то средний чек в такое-то время паттерн да и вдруг это абсолютно не так но есть определенная граница это может быть не тогда то есть мы понимаем что человек два раза в год ездит куда-то то есть эта карта два раза в год транзачит на море для нас будет странно если она насчет транзачить стран зачем там в швеции например ну то есть куча куча сложных поведенческих характеристик которым мы отправляем банком код который показывает возможность этой операции быть мошеннической и дальше банк уже сам принимает решение на основе этого параметра он примет эту транзакцию или откажется или попросит пин-код или попросит на какие есть или звонок то или одноразовый пароль там или сиви и так далее и тому подобное какие самые сложные вообще переговоры за всю историю твоих были не бывает сложных переговорах бывают переговоры тяжелые сильными оппонентами или с очень сильными партнерами могу сказать что наверное в моей жизни тот человек который научил меня держать удар договариваться очень тонко и очень в попытке найти win win вот этот вот это олег гороховский то есть для него нет я не могу это долго мы не можем этого для вас сделать вообще отсутствует и поэтому пройдя школу олега да он был в приват банке когда я еще была просто обычным менеджером и вела как менеджер селс менеджер приват до теперешних моих отношений с олегом когда у нас очень дружеские отношения но бизнес first я изо всех сил пытаюсь сделать для мона максимум того что они ждут а планка у них очень высока вот наверное этот опыт дает мне возможность примите его в других рынках и с другими банками и с другими людьми чему ты у олега научилась слышать быстро реагировать ловить суть вот того что он хочет чуть-чуть еще мыслить наперед то есть для меня важно чтобы я ему могла привнести то о чем он только вот может быть думает еще чтобы мы уже были чуть-чуть на шаг впереди что мы были достойными партнерами и интересными для них партнерами а это очень очень тяжело скажи мне пожалуйста почему ты выбрала для себя как человек соревновательный с 11 лет жаждал победы над себе подобными ты выбрала путь карьеристки они предпринимателя сушь вообще не выбирала меня так получилось что я поступила в кп и и моя мама решила что я должна учиться на дипломата в институте международных отношений у меня не было как-то определенного там понимание вот как у тебя ты хочешь быть журналистом я понимала хорошо знаю математику там хорошо знаю английский и я слушалась в тот момент и так я оказалась в кимо я поступила на факультет мэо и успешно там отучилась 5 лет и вот на последнем курсе на пятом вообще история как я попала работать в банке потому что тогда если меня спросишь где ты хочешь работать я могла ответить где угодно только не в банке ну да я пришла на лекцию на которую никто не ходил в пятницу во второй половине дня там было десять человек и шла эта лекция и на нее пришел один из преподавателей как сейчас помню с английской кафедры и сказал там укрок симбанк ищет себе переводчика если кто-то хочет попробуйте подайтесь я взяла этот телефон позвонила по этому телефону проходила собеседование это было очень долго это было полгода в общем ко второму семестру они меня взяли на работу в отдел дипломатических отношений укрок симбанка и моя работа была ходить на переговоры с бизнесом переводить на английский язык или на русский если это иностранцы и вести протокол все было очень серьезно корпоративный секретарь и банк на так получилось что я попала на переговоры бизнеса платежных карт и мне это так понравилось ну во первых бренд визы я его знала американская компания в ней работают некие небожители люди которые строят глобальную кэшли с историю это было вот 90 90 какой-то пункт вторая половина 90-х вторая половина 90-х то есть для нас это космос это был космос и потом мне дали переводить договор с визой согласовывать его с юристами еще там какие-то процессы я такого удовольствия в жизни никогда не получала так я попала в карточки а предпринимателям ты думала бы брони когда не думала вот никогда не думала ты знаешь я об этом подумала потом когда ну наверное вот лет пять назад я себе задала вопрос что я столько лет работу на корпорацию но когда ты руководишь локальным офисом ты фактически руководишь своим бизнесом да со спиной у тебя стоит огромный бренд ну ты ответственным за этих людей за пианел за то какие результаты ты что фактически твой бизнес я подумала а может быть у меня бы получилось вести свой родной бизнес таким образом разум не получается корпоративный но на сегодня я не готова уходить с любимой работы и полностью отдаваться другому проекту это же надо полностью на другом проект возможно я к этому когда-то приду когда я пойму что я уже сделала все в корпоративном мире ты сейчас босс для десятков людей да то есть и у тебя были крутые боссы как стать крутым руководителем что нужно помнить где вот этот вот magic element того чтобы быть great boss ну у меня есть какие-то такие принципы что такое great boss прежде всего это человек который переживает конкретно о людях у меня это наверное врожденно я очень переживаю чтобы мои ребята каждый день чувствовали то их ценит компания что компания тянет их вперед развивает их и в какие-то моменты двигает по карьерной лестнице если не их видят их слышат и оценивают все их усилия что у них дома все нормально после меня это тоже важно что вот эмоционально им было очень комфортно и виза является тоже такой компания в топ-5 самых социально ориентированных мире которая очень много внимания уделяют этой истории второе босс это пример для подражания и босс не может расслабиться то есть я не могу начать свой рабочий день в 10 утра особенно когда мы ходили в офис я должна быть минимум в 9 я должна быть в том графике в каком я ожидаю мои ребята должны быть да я должна показывать эту энергию что значит показать энергию у меня есть ощущение что ты в принципе как и я адреналина зависимая вот когда ты говоришь про вот это вот я с 11 лет там час мы тут этих победим этих придушим да и потом вот здесь пройдем вперед да да и тут все вроде хорошо это значит уже плохо да это само но это адреналиновая зависимость да то есть ты ищешь такого же своих сотрудников или ты считаешь что утром нужно вместе тяпнуть адреналина и вперед на битву или честно я ищу таких сотрудников вот адреналина зависит как ты их вычисляешь на самом деле это мой минус но я в основном пытаюсь нанимать людей которых я видела в работе или которых я как минимум слышала что-то и вот эти адреналина зависимые и трудоголики со стажем да они как правило обладают некий некоторыми чертами характера когда они те могут позвонить там за полночь когда о них целые легенды ходят по офисам где они работают в общем это можно вычислить я в общем-то пытаюсь нанимать людей в которых я уверена вот в этом смысле для них работа это не только способ заработать деньги скажем она им не мешает отдыхать наоборот в визе я нашла достаточно большое количество таких людей и два человека таких я забрала конкурента что еще для крутого босса нужно какие еще доверять людям уметь делегировать вот это тоже очень важно как и правило у руководителей хорошая на есть такая черта там over control а когда они пытаются все контролировать и от этого долго избавлялась как ты технически это дело просто заставляла себя не спрашивать как там дела какое-то время до написать им выходной вечером как движется наш проект не писать мне писать и дальше если я вижу что человек пришел ко мне и у него все сделано значит это правильный человек и сичек не пришел ко мне или я спросила через неделю ничего не сделано значит это неправильный человек у нас второй пункт в культуре после кредит вот ever до свобода равно ответственность мы готовы давать неограниченное количество свободы за неограниченное количество ответственности хочешь свободы бери ответственность ну вот видишь но очень тяжело найти таких людей я но они есть я понимаю что я должна постоянно транслировать энергию на видео звонка на физических встречах я не могу себе позволить там быть какой-то сонная там или думать о чем-то другом нам потому что все вот такая альфа история а многие говорят что она уже не актуальна что рынок стал более мягкий если ты скажем твой подчиненный рассказывает тебе о своем продукте и видит что у тебя в глазах нету искорок или ты вообще не вовлекаешься в тушу он говорит ему будет это интересно делать или нет я думаю нет поэтому не иметь права расслабиться в точке зрения энергетики он должен постоянно заряжать окружающих а где ты берешь себе энергию но пока она еще как бы берется наверное просто мы просто перед интервью оба обсуждали позже как мы устали как мы вообще обествовали давай расскажи мне где ты берешь энергию я тебе расскажу давай давай я же только два года работаю тут еще пахать и пахать у нас я 20 ну подожди сколько вы дарив 10 лет и три месяца если три месяца да ну тут конечно есть уже 41 квартал надо что-то придумывать новенькое внутри инвестиционное направление вот такое количество свеженькая мне тут еще развивать и развивать 17 рынков доля растет потихоньку но надо чтобы она доросла до очень серьезной точки какая твоя цель 51 процент плюс ну хотя да да для начала разговора для начала переговоров да 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 абсолютно то есть мне надо понять что моя команда может работать без меня вот когда я это пойму я наверное начну двигаться думать что делать дальше вернешься в мастер это уже наверное не произойдет как знать как ты для себя считываешь культурную специфику отдельного рынка чем балканы которые тебе подчиняются отличаются от узбекистана или например грузии самое важное что мне надо было решить для себя когда я пришла сюда два года назад я ничего не знаю потому что все что я знала об украинском рынке вообще не применимо в казахстане я не должна приходить на другой рынок с какими-то шаблонами идеями что а вот там сработало вот это поэтому мы делаем вот это я столько раз это видела от коллег которые приезжали с европы и рассказывали что я уже делать в украине или со штатов и мне казалось это смешным вообще нерелевантным и неинтересным помня этот опыт основной моя цель была изучить рынок то есть я приезжала когда еще приезжала я встречалась со всеми банкирами я слушала что они говорят я встречалась торговцами я заходила в магазины заходила в отделение банков говорила с таксистами когда они меня везли в отель я пыталась понять там как как работает этот рынок слава богу что я это так сделала потому что через полгода я поняла что например бесконтактный прием меньше применим для балкан p2p переводы например для них вообще не применимы потому что они привыкли работать с текущими счетами и для них намного проще перевести с текущего счета чем привыкать к формату перевода между картами казахстан вообще иной мир где прижилась технология фактически вичата на базе банка который называется каспи и там совершенно другая история конкуренции еще важная вещь которую я попыталась соблюсти и не допустить ошибку не привозить людей рук руководить локальными офисами откуда-то из киева там из дубаи на локальных рынках должны быть люди которые выросли в этих странах и которые понимают эти страны но в то же время которые готовы работать в корпорации и принять глобальную стратегию глобальную идею на сегодня за эти два года мы сделали огромную работу во первых мы полностью отстроили команду у нас во всем нашем регионе на 17 рынков работает 150 человек киев большой офис но у нас есть офис в грузии у нас есть офис в казахстане у нас есть ребята в узбекистане киргизии на балканах в белгороде и в боснии герцоговине вот мы думаем что надо наверное и в македонии уже садить человека белоруссия вот сейчас открывается офис в азербайджане то есть за этот год мы успели открыть очень много небольших но точек в пандемию пандемию мы выросли плюс 30 человек за эти два года кроме построения команды нам удалось действительно нарастить серьезный локальный контент ну когда ты пользуешься картой виза скорее всего ты не думаешь о том что эта карта виза а ты думаешь что эта карта приватбанка или райфайзен или моно и ты думаешь о том что же есть в этой карте чем отличается она от всех других карт и тут роль визы тоже огромна мы должны помочь банкам наполнить эту карту скидками наполнить эту карту travel benefit ами всем 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 что ответит тебе на вопрос вай виза почему виза да и почему моно например ты успешно работала в визе ты не была руководителем ты была sales директором sales директором и после этого тебе предложили возглавить офис нет мне предложили перейти уже на sales директора в мастер в мастер и заниматься по моему двумя или тремя рынками или сначала только украины вот в корпоративном мире когда идет вот такой вот дерби да то есть два игрока делят ну там 90 почти 100 процентов рынка до у двух игроков переход с аналогичной позиции на аналогичную это воспринимается как предательство эмоционально или нет ну это две разные вещи на самом деле первый переход на уровне sales директора с одной корпорации в другую и совершенно другая история это переход топ-менеджера потому что на самом деле специалистов по платежным системам вот которые понимают как это работает их не так много и не как правило работают в этих двух больших платежных системах в мире и происходит очень много обмена очень много людей перекрестное опыление да такое взаимная ротация да взаимная ротация но конечно на топ позициях это происходит очень редко то есть мой первый переход это как бы бизнеса си уже на самом деле и с моей стороны он был вызван вот опять вот этим кликом когда я поняла что мне надо развиваться дальше что тут я уже сделала максимум виза реально была тогда там очень сильно с точки зрения количества людей в офисе с точки зрения нам покрытия мастер пришел в страну позже то есть офис открылся могу стоить ну на лет пять-семь точно позже и это был своего рода стартап уж там было четыре человека когда я пришла визе уже было там 20 когда его ходила вот и для меня было очень интересно прийти в новый свежий бизнес и научиться отстраивать сначала бизнес развивать продукты развивать маркетинг строить отношения с клиентами хотя конечно они у меня уже были я считала что это необходимо для моего развития чисто интуитивно насколько твой пакет был больше в мастере ну конечно ну вот это там плюс 10 процентов или в 3 раза или в 5 раз это же не только деньгах вообще не деньгах да не но да нет максимум на 30 процентов больше то есть это не нечто ради чего куда идешь ради денег абсолютно в мастер карде ты проработала как я понимаю достаточно долго 8 лет 8 лет и ты была лидером в конце да уже команды победителей это команды которая забрала себе две трети рынка примерно может быть даже больше какая была доля мастера когда ты уходила надо проверить статистику в районе 70 плюс минус 70 процентов и это не типичное для мира распределение правильно я понимаю для мира это не типичное распределение в разных странах по-разному для украины конечно это за это был сверх результат как тебе это удалось я думаю что это очень сильная и крутая команда которая набиралась в процессе роста офиса возможность построить с нуля вот этими лучшими людьми то есть отстроить идеальный маркетинг крутые продукты правильную коммуникацию с клиентом построить настоящее отношение с клиентов и конечно же правильный командный дух потому что офис был маленький с четырех до тридцати пяти когда я уходила и это family office спецназ это спецназ до которая идет и побеждает а было же что побеждать мы же отвоевывали эту долю и это было вот это вот безумный там пэшн мотивация что мы должны победить любой ценой были какие-то переломные переговоры которые вы выиграли благодаря которым это получилось это это одни переговоры платежных систем и бы так сказала это бизнес в долгу то есть то о чем ты договариваешься сегодня туфет эффект увидишь минимум через полтора года потому что когда ты договариваешься о том чтобы банк начал запускать твой продукт и надо подписать договор надо строить продукт надо заказать пластик его надо произвести доставить растаможить развести по отделениям обучить менеджеров и начать продажи это прям долго я бы не сказала что это были ключевые переговоры но были ключевые решения которые мы принимали например то что важно это что работает сейчас шикарно это весь клиентский опыт в аэропортах то есть все что там предоставляют карты мастер карта сейчас уже и виза когда ты приходишь в аэропорт фаст-трек ложи все возможные скидки такси и так далее это все было важнейшим решением которое позволило активировать вообще весь премиальный портфель в разы мы нашли вот это узкое горлышко которое так важно было для премиальных клиентов время когда они приезжают в аэропорт они могут без всех очередей пройти вот это вот фаст-трек прийти в ложу и ждать там своего самолета это не деньги это не скидки это не какие-то другие вещи это время это не цена ценность эта ценность но я вот как раз буквально сегодня понял что вот cx customer experience в взаимоотношениях клиент продавец это секс момент истины да то есть и ты как кастомер ты будешь или чувствовать какое-то удовольствие или чувствовать себя изнасилованным или это будет просто но что-то нейтральное да и вот я думаю что это вот момент как раз опыта в аэропорту появление этих проходок и так далее то это был оргазм но потребительский да да соли это придумал это придумал уже трудно мы как-то пытались вспомнить кто это придумал но мы так и не вспомнили но реализовано это было нашим тогда руководителем по продуктам который сейчас меня работает как руководитель всего департамента продуктов саши облановский тяжело было придумать что-то что может сравниться с опытом в аэропорту скажи мне сколько вам стоил этот проект ну какой порядок цифр сколько вы инвестировали в аэропорт борис не моя информация как тебе например математика помогает проводить собеседование вот и гриста ты ищешь людей которые могут решить задачу ты математику тоже явно изучал очень конкретно в своей жизни что она тебе дала но смотри я бы не сказал что я начал конкретно она мне дала понимание того что всегда есть другое альтернативное решение потому что вот та ситуация которая ты описываешь меня было почти с точностью наоборот я пришел на подготовительные курсы в копы я увидел там действительно там две девушки 18 парней из которых примерно 17 решали задачи лучше чем я я трезво оценил свои силы потому что я понимаю что я тоже из гуманитарной среды я не получаю удовольствие я походил месяц я походил два и я понял что окей значит если я туда пойду то я скорее всего предам себя я задавать вопрос а чего же я действительно хочу за что я очень благодарен себе 16-летнему что достаточно странно моя мама была жестко за копы я сказал что окей я буду продолжать учиться я поступлю на этот факультет но я посмотрю могу ли что-то еще я попробовал тогда журналистику она мне дала намного больше кайфа у меня начало получаться намного лучше я понимаю что это та сфера где я могу стать the best но я скажу так что я по-прежнему фанат арифметики наверное да то есть не сложных каких-то форму я люблю считать в уме у меня мыслю квадратиками в общем это и у меня там ну я не знаю я бы даже сказал что там фэд ривенсе это точно не хаос да то есть скажем так и даже не математическая модель почти геометрическая модель да то есть я компанию могу нарисовать и она у меня такая как квадратики ну да я тоже мыслью образами но вот математика точно дала абстрактное стратегическое мышление я могу подняться над ситуацией над большим количеством проектов которые мы делали а мы в год мы посчитали только по маркетингу делаем около 400 проекта всегда надо понять что из этого огромного массива реально важно что принесет максимальный эффект как для страны с точки зрения там безнала так и для компании с ее кипи ай да очень красиво выражение для страны безнал для компании на результат математической школы в том числе привел вот к способности очень четко приоритизировать есть конечно бизнес из южил да когда мы проводим много больших таких кетчапов встреч когда смотрим статус разных проектов есть стратегические сессии сколько на кетчапа у тебя уходит процент времени у нас есть даже официальная статистика которая считается сколько ты время провел на встречах сколько время ты провел развивая стратегию у меня плохие цифры у меня вот реально на face to face time где-то около 80 процентов времени и 20 это сайлент когда я могу подумать но это в рабочие часы а какая правильная пропорция в рабочие часы считаются правильно делать наверное фифти фифти для фифти фифти для топ-менеджера наверное это невозможно скажи мне пожалуйста момент когда из мастеркард ты возвращалась в визу уже на позицию руководителя по 17 рынком это была твоя инициатива и точно так же как в студенчестве ты кому-то позвонила или наоборот тебя долго уговаривали но совпало наверное время место и вообще все совпало потому что я как раз в тот момент родила второго ребенка я мечтала побыть в декрете минимум полгода я его родила в январе и несмотря на мои мечты феврале я уже начала выходить потихоньку на работу в мастер да то есть я поняла что мой характер это что мне кажется я себе думаю это вообще две разные вещи пусть я не в состоянии находиться в покое мне постоянно нужна какая-то активность я постоянно нужно контролировать что происходит и мне нужен прогресс поэтому я начала туда выходить но в тот момент вот представь у тебя шикарная команда у тебя отстроенный бизнес у тебя нету больше каких-то таких сумасшедших революций которые тебя ждут в этой стране на этом месте даже несмотря до что у нас были еще несколько стран вокруг которыми мы уже тоже занимались это грузия и молдавия не будет ничего такого же эмоционального как было до этого когда вы боретесь достигаете еще один процент там оборотов еще один процент доли еще там один продукт запустил вот этого уже не будет я это наверное подсознательно понимала и я чувствовала что я этим ребятам не могу больше ничего значительного дать я должна что-то думать дальше это было очень подсознательно и в этот момент появилась виза как это происходит я пришел и-мейл ведь я тайно подошел человек в кафе нам нужно поговорить и чар агентство которая была нанята виза она просто со мной связалась и спросила интересно ли мне по телефону поймаю я была до такой степени удивлена вообще этим шагом да ну на самом деле да ничего себе они решили задать такой вопрос в общем-то руководители офиса прямого конкурента которые чувствуют себя очень хорошо я решила вот поговорить с ними и узнать а кто же там эти люди новые люди я слышала что пришла новая команда в дубае и глобалы виза меняют стратегию я встретилась с моим и теперешним боссом эндрю тора и меня пригласили с ним на встречу в отель хилтон я такая шла как бы просто поговорить и понять почему же виза не принимает там все те решения которые для меня были бы естественны очевидно да да я решила что ну как бы я же к ним на работу не хочу мне просто интересно поговорить с этим человек а зачем бумажечку делала я хотела как-то сформулировать свои мысли то есть это было больше для себя туда шла больше как конкурент который хочет понять психологию врага до понять кто этот человек который сейчас возглавил регион спешу от него что было бумажки хорошо расскажи первое что мне кажется работает не так и второе штаб мне кажется это надо поменять но это же подарок конкурентам если бы они могли это сделать они бы это сделали потому что это были вообще очевидные вещи типа надо больше инвестировать в рынок а может быть он мыслит уже очень по-новому и мне надо реально тут сейчас очень напрячься и разработать совершенно новую стратегию а вдруг он опасен ну то есть это был к разведка боем но он меня абсолютно скажем покорил это был больше монолог наверное с моей стороны я покривлю душой если не скажу что у меня несмотря на то что мастеркард это была моя родная компания у меня где-то в глубине души было ощущение вот что виза это мой первый работодатель первая любовь первая любовь за которую меня там болит сердце да ты же математик какое сердце было за нефть игры ты так как я не планировала там продавать себя вообще ни разу я говорила вот откровенно все что я думаю это плохо это плохо это можно лучше и так далее и тому подобное я в том числе брала много как бы из того что я видела и в прошлом и то что принципе в корпорациях происходит чем он тебя покорил лишь он меня покорил чем он тебя покорил произошла химия я почувствовала что этот человек реально пришел поменять бизнес в регионе на другой бизнес поменять консервативные корпоративные устои на современные принципы управления мы говорили там проделать и мы говорили про скорость принятия решений о том что все-таки бизнес платежных систем это people бизнес то есть очень важные отношения очень важные вот локальные инвестиции быть локальным они глобальным приземлиться на землю и посмотреть где ты работаешь вот этого я не видела раньше в своем конкуренте а то что он говорил или как минимум реагировал на мои слова полностью как бы соответствовало моему внутреннему пониманию и в общем то дальше продолжались разговоры на самом деле процесс найма визу безумно сложный у меня было там около 15 интервью с там с и чаром с ним еще раз а когда ты уже одну 15 интервью это не очень похоже на сомнение то есть ты в какой-то момент же решила что я иду этим путем или ты продолжала по ну я посмотрю 15 интервью было странно сделать шаг а да это мне делать шаг b и c я же должна дойти до конца а потом я могу уже принять решение даже меня ни к чему не обязывает правильно я до последнего момента не могла себе даже представить что я могу уйти из своей компании своего коллектива которые вообще являются моими детьми не вот мне кажется тут есть элемент лукавства есть в когда-то в буклете бмв был прекрасная фраза ваш мозг еще проверяет факты а сердце уже давно сделала выбор знаешь это когда мне мой муж так сказал когда я начала спрашивать а как ты думаешь он горит тоже решила уж меня не зона мне тоже сейчас кажется так но покорил меня другой момент когда прошли какие-то собеседования и они мне позвонили искали вы наш предпочтительный до кандидат ну я сказал ну окей хорошо рада за эту прекрасную новость и вдруг вечером не позвонила эндрю и он сказал то что вообще разбила мои сомнения разбила твое сердце что он не сказал вера я хочу чтоб ты знала что ты единственный кандидат и я хочу чтобы это было только ты и я сделаю все чтобы ты была успешна в этой компании после этого я оценила этого руководителя оценила этого человека а для меня очень важно работать на харизматичного сильного лидера и учиться у него я сделала этот прыжок это было безумно эмоционально тяжело я перестрадала месяц сколько людей с командой мастер перешли в визу за эти два года ты знаешь два человека на самом деле очень перешло а у вас прости у вас были какие-то переговоры по поводу того кто может переходить кто не может переходить и так далее ну ведь бизнес расставание бизнес не знаю развод это же такая достаточно это болезнь сенситив история и это сделала в свой день рождения ты знаешь это был такой подарок я не знаю что это было но а ты написала емейл нет я позвонила своему боссу которого я тоже безумно уважаю ценю я сказала что вот мне сделали предложение от которого я не могу отказаться я тебе говорю это сейчас я тебе за все благодарна и это было очень эмоционально и с его со стороны и с моей стороны тоже много проработать 8 лет а потому что мы очень были как-то эмоционально связаны и он меня очень многому научил а ты ему сказала теперь у меня другой босс и амью и нами лет спать или как это не может быть из-за того что я работала и в том лагере и в этом лагере я не воспринимаю мастер карты этих ребят как и нами да как ты говоришь мы вообще работаем в одном здании то есть мастер карт сидит в леонардо она не работает в одном офисном центре он я стою моя машина на паркинге стоит между двумя моими бывшими сотрудниками мастер карты мастер карты виза посередине скажи мне а вы не думали переехать в другое здание не думали потому что у нас же цель на самом деле одно это кэшлис вот я вообще рада что мой переход это плюс для всех которых для офиса мастер карты ребята двинулись по карьерной лестнице вперед во вторых появился конкурент такой очень бодрый который на пятки наступает и виза киевский офис меня на самом деле потряс я нашла таких талантливых людей такую сильную команду которую конечно же мы там поменяли местами отстроили восстановили в некоторых там функциях но она до такой степени сейчас заряжена и у меня вот это ощущение того как я пришла наш первый год в мастер карт когда был такой вот бешеный драйв страсть и ну такое желание круглосуточно пахать чтобы добиться вместе с этими ребятами безумных успехов вот это ощущение влюбленности в то что делаешь наверное вот этого ищу и когда у меня оно прошло в мастере я начала подсознательно искать а где же она у меня еще может появиться и нашла его на 17 рынках в визе скажи мне сколько у тебя людей в прямом подчинении людей которые не репортит больше ни в кого около восьми человек но у нас есть так называемая команда лидеров leadership team это руководители всех функций на 17 рынков их где-то 30 человек все наши ключевые совещания и все решения проводятся в этом составе мы когда делали для пумба 2006 году ребрендинг и мы защищали этот красный кружочек направлении расширенным было 36 человек как сделать совещание онлайн на 30 человек эффективно надо готовиться надо понимать и тут вопрос приоритизации да что сейчас важно для компании в декабре месяце например что мы делаем для развития малого-среднего бизнеса как мы развиваем тэп-то фон и как мы проводим новогодние активацию для наших картодержателей вот эти три темы они самые важные их определяю я мы создаем адженду где мы обязательно оставляем 30 минут в конце где мы спрашиваем ребята что еще вы хотите сегодня обсудить что у вас наболело за последние две недели тот вывод который я сделала за 9 месяцев работы в онлайне нельзя назначать встречи больше чем час средний размер встречи 30 минут и сейчас перехожу на 15 за 15 минут если мы не в состоянии принять решение наверное мы его там сегодня вообще не в состоянии принять и нужна какая-то доработка и больше деталей раньше это было не так раньше мы сидели за нашими столами могли встать из-за стола подойти к соседней партии и решить вопрос там за кофе правильно это было хорошо или плохо я думаю что есть плюсы и минусы плюсы в том что наверное все еще когда есть физическое общение проблема решается эмоционально легче но я думаю что много времени тратилась на вот такие обходы офиса то есть частые фокусировать больше более сфокусировать фокусируешься скажи пожалуйста если бы ты описала сейчас идею визы в чем она я бы так сказала своими словами это кровеносная система мира мы говорим о банковском мире которая является кровеносной системой но даже в реальности к вида мы увидели что наша ценность заключается в том что люди нам доверяют они абсолютно уверены что в любой момент в любом месте они смогут купить или расплатиться за необходимый им товар то есть мы это гарантия финансовой безопасности вот внутренней безопасности человека это огромная социальная миссия и огромная социальная ответственность но когда она вступил этап коронавируса мы вдруг поняли что для нас скорость принятия решений это ключевое для успеха и вот например в случае украины случился локдаун мы увидели что большинство бизнесов малых средних они фактически не в состоянии выжить и с той скоростью с которой мы начали думать о том как им помочь наверное мы не думали никогда запустили десятки разных компаний там по тому чтобы обучить их перейти в онлайн у нас с вами был крутейший проект с розеткой бизнес трамплин то есть какие-то такие важные посмотрите пожалуйста серию вот где-то здесь ссылка но точно есть в описании посмотрите не пожалеете очень вдохновляющее видео это наверное самая touch и эмоциональная компания которую мы делали за последние годы я сам чуть не расплакался когда этот помидорный человек выходил это ну просто невероятно поэтому вот мы тут для этого мы тут для того чтобы помогать людям в сейчас справляться с текущей ситуации и получать доступ к бесконечному миру электронной коммерции к физическому миру крутая технология тептуфон который мы сейчас развиваем это та технология когда ты телефон превращаешь в терминал ты можешь приложить карточку к телефону или другой или другой телефон и денежки перейти сейчас уже со счет банком запустили этот проект у них уже есть более 700 торговцев малых средних торговцев которые принимают расчеты через телефон и вот представляете у вас свой мобильный смартфон вы туда ставите приложение и он сразу стал и он становится терминалом вам нужно конечно карточка на которую будут приходить эти расчеты но это круто и человеку не надо ставить вот вот девайс это примерно как отказ от сиди плееров да когда ты раньше собой должен был таскать наверное это будет революционный сдвиг у нас агрессивные такие хорошем смысле слова планы на этот год вместе со щадом и с другими банками которые присоединятся чтобы зайти в самые маленькие уголки украины помочь каждому маленькому торговцу иметь возносить свой смартфон такой технологии и не только в украине вообще по всему нашему региону и я скажу что мы сейчас украина первая в мире по развитию этой технологии по скорости разве 1 1 1 в мире на вал мне подарили шарик смотрите немного конца корпоративном офисе виза какие технологии в двадцать первом году ты советуешь малому среднему бизнесу внедрять для того чтобы двигаться быстрее финансовая три вещи диджитализация если диджитализация это очень абстрактно если у тебя нет возможности продавать товар в интернете это большой твой минус на и как когда-то сказал белгейцы что скоро в результате выживут не банки об банки найдите возможность принимать платежи в интернете и в идеале продавать свой товар в интернете провели небольшое исследование по украине 83 процента малого среднего бизнеса в украине переживают очень тяжелые времена у них то больше чем два раза упали продажи второе пожалуйста история степ туфоном вам точно очень поможет вам не надо будет платить за обслуживание терминала это как правило существенная сумма для малого предпринимателя и вы в будущем сможете обеспечить намного большее количество сервисов в этой кнопочки чем вы сейчас получаете через обычный терминал или там через кэш и третье это уже более сложная тема но этот тренд будущего конечно же это данные попытайтесь смотреть на своих клиентов с точки зрения кто эти люди и как вы можете расширить сегменты этих людей на что вы можете им еще предложить такого и кому вы можете предложить то еще сегодня к вам не пришел вот это очень важно пытайтесь чуть-чуть анализировать свою клиентскую базу скажи мне а факапы какие у вас бывают вот ты считаешь своим самым таким коронным коронное плохое слово наверное самым главным факапом за всю карьеру ну это наверно очень как-то самоуверенно звучит но я считаю что у меня не было каких-то громких факапов но я была близка в некоторых случаях с чем заключается моя работа как руководителей бизнеса до помогать решать проблемы своим ребятам когда эта проблема уже не может быть решена на их уровне грузинский кейс да я никак не могла достигнуть договоренности с премиальным бизнесом банка чтобы карты продавались в этом банке и тогда я исхожу из того что если я понимаю что это надо то надо идти до конца а если там все они получается то идти дальше нет никогда не надо воспринимать как финальное решение я наверное пошла нестандартно для руководителя офиса я знала что руководитель этого бизнеса прилетает в киев я ее встретила прямо в аэропорту сказала это я я хочу с тобой пообщаться и понять почему ты не хочешь работать я ее провела по всем там ключевым каким-то точкам решения каким-то успешным проектом в киеве чтобы продемонстрировать как она прилетала в киев она прилетела в киев я просто узнала что она прилетает в киев и мы очень подружились мы до сих пор очень близкие из грузии друзья до из грузии и сейчас когда мы строим бизнес она всегда говорит давайте позвоните вере она решит любую проблему и вот для меня очень важно чтобы банкиры мне доверяли понимали что я могу решить любую их проблему поэтому вот факапы но я не могу тебе сказать что были какие-то серьезные я всегда иду до конца но я в то же время понимаю что я не могу выиграть все битвы да и ты должен тут приоритизировать опять к математике что для тебя самое важное без чего твой бизнес не будет достигать твоих результатов или там социальная миссия не будет достигнута то что менее важно ты можешь отпустить и это не проигрыш а это просто возможность освободить время для достижения других более интересных задач то у вас про цифровые диктатуры обсуждают на зум митингах на microsoft teams митингах очень важно отметить что до виза конечно обладает огромным там количеством информации потому что ежесекундно мы видим эти миллионы миллионы транзакций но у нас нет private information то что мы называем то что мы видим номер карты обезличенный да и тип транзакции и сумма транзакции это все из этого конечно можно создавать некую аналитику понимать тренды понимать там какие-то сегменты куда движется мир куда движется платежи в той или иной стране или глобально но переходить на какие-то уже частные случаи невозможно и виза очень очень серьезно относится вот к этому да это прайваси это у нас просто супер секьюрная тема где мы полностью на стороне потребителя то есть мы вообще никак на сегодня не хотим вовлекаться в анализ уже личных данных я бы так сказал но ведь кто-то вовлечется государственные у меня моя личная позиция что тут есть и положительная сторона и отрицательная страна положительная сторона состоит в том что когда государство имеет доступ к частным данным когда глобальные корпорации могут анализировать до поведение частных лиц конечно же они улучшают опыт которые они предоставляют концепция smart city дает возможность там людям очень комфортно жить в городе повышается безграничная прозрачность то есть уменьшается преступность и так далее это положительная страна отрицательная сторона что мы фактически теряем личное пространство теряем индивидуальность там какую-то вот личный мир до до свободу до меня какое-то более-менее спокойное отношение к этой истории я понимаю что наверное повлиять на этот процесс лично как человек никак не могу надо максимально пользоваться теми благами которые приносят эта ситуация а вот если взять моего мужа например а он например у до сих пор ходит с таким кнопочным телефоном и категорически не переходит на смартфон где есть вайбер где есть какие-то способы отслеживания но мой вопрос почему же даже как не удобно ты же ничего не можешь нормально купить одной кнопкой в интернете с тобой вообще неудобно переписываться какие смс-ки ну это же прошлый век для него безопасность в этом случае важнее говоря о моей дочери это вообще вот который 17 принципе о людях до 30 лет им намного легче принять реальность в том что они жертву частью своей свободы во имя вот этой прозрачности мира но они ждут эту прозрачность не только от себя но и от государства но это корпорации они ждут что это такое как бы движение встречном направлении то есть они готовы быть открытыми но они ждут что государство будет открытого не ждут что виза будет открытой да вот наверное тут и есть некий баланс будущего мира и я верю и надеюсь то будущее мира не выпадет в плохие руки вот этот прогноз что пандемия ускорит дигитализацию и ускорит мир в котором люди будут уходить от наличных люди будут все платить онлайн бросать карточки на карточку вот уже прошло 9 месяцев что вы видите по статистике как изменилось поведение людей по отношению к электронным деньгам мы вообще почти сразу поняли что это такой переломный момент диджитальной истории человечества глобально то что мы видим по статистике сначала коронавируса падение всех оборотов в физическом мире как мы говорим фейс-то-фейс фейс-то-фейс операции все что связано с опытом когда ты прикасаешься или карточкой или телефоном и общем-то физически присутствуешь в торгу торговца конечно же это все упало в два раза точно в некоторых странах там на 80 процентов на 90 и вот кстати украина это один из тех необычных кейсов когда мы увидели конечно падение фейс-то-фейс но не такое драматическое скажи пожалуйста вот за время пандемии насколько вырос и коммерс в украине с начала пандемии я бы сказала что оборот и коммерса вырос практически в два раза в количестве транзакций в деньгах меньше потому что средний чек уменьшился потому что люди начали покупать практически все что им надо через интернет важно сказать то что украина была готова к этому тектоническому такому сдвигу и переходу на онлайн платежей и переходу на большинство операций в онлайне или пи-ту-пи или переводу денег с карты на карты скажи вот ты говоришь face to face это реальный мир а как вы называете вот весь виртуальный мир и ком у меня кстати интересная ситуация была пару дней назад мне написал банкир из тубикистана кстати давайте поговорим надо обсудить бизнес надо обсудить что будем делать следующем году я говорю хорошо вам удобно в каком зуме в чем вам удобно я назначил звонок у нас один счет киеве 2 узбекистане 3 в алмате мы это все организуем он говорит может быть мы прилетим к вам в киев дальше у меня полностью какой-то сбой мышления произошел потому что я начала думать а зачем это уже вообще я не понимаю зачем куда-то лететь кроме как с единственной целью действительно там увидите город да для какого-то там туризма но бизнес travel наверно уже претерпевает абсолютно другие времена и мы не увидим того масштаба бизнес-тревела который был до и это так хорошо это счастье это человек у которого было до 150 перелетов в год я могу сказать что да я не скучал за самолетами ни одного часа в течение этой пандемии ты веришь что в ближайшее время может появиться какая-то полностью сто процентов cashless страна наверное nordix уже практически сто процентов cashless больше 90 процентов даже 95 если мы посмотрим на наш регион например сын когда у нас есть грузия которая занимает первое место в мире по количеству и бесконтактных транзакций там девяносто девять процентов арт бесконтактные но конечно же черная экономика существует нам еще до этого далеко но есть страны которым осталось наверное год-два-три до сто процентов а какая точка старта как пути банковской системы ну например нордиков к cashless экономики ну наверно где-то мы говорим о семидесятых девяностых когда уже первые карты хорошо достигли европы все-таки это пришло со штатов шестьдесят восьмом там начале семидесятых очень правильная стратегия и политика государства центральных банков которые еще с тех времен постоянно двигали страну точки зрения государственного регулировать это очень эффективный метод мандатируется там прием карт прием безналичных платежей когда ограничивается чек после которого это только безналичные деньги должны быть при учении нации мы заметили что как только человек один раз проводит оплату он после этого начинает в три раза больше активно платить картой чем дуэтом привет меня зовут вера платонова я руководитель корпорации виза в 17 странах я очень рада сегодня было говорить с вами для вас с андреем и самый главный месседж который я хочу вам послать ближайший год 21 год который будет однозначно очень тяжелый но революционный для всего человечества пожалуйста оставайтесь включенными и работайте как можно больше и как можно эффективно и мы будем лидерами как страна и как финансовый сектор не только в европе а во всем мире create whatever